всем привет мои хорошие сегодня хочу показать вам свои лели ансепс и поделиться своим опытом не очень наверное хорошим но зато который меня научил многому по поводу этих красоток вот такие у меня даже не поверите смотрите какие пышные толстенькие бульбы на все-таки я могу если хочу тут тоже толстенькие пышные бульбы кто смотрит мой канал знает мне есть небольшая проблемка и вот да я смотрю на свои пурпураты и понимаю что я их мучаю потому что но все-таки слишком они у меня пересыхают в плане бульб и в общем-то в плане полива я все-таки смотрю что я подстроилась им не хватает я хочу попробовать поднять влажность воздуха вот так вот такое небольшое отступление лели ансепс считаются менее влаголюбивыми и поэтому моего полива моей влажности им достаточно чтобы держаться такими вот толстенькими пупсиками это леле ансепс сами альба от нардотта италия так и 2 у меня просто классическая леле ансепс немножко отсвечивает тоже нардотта италия как всегда внизу в описании оставлю где я заказывала заказывая как обычно и как всегда все в том же месте приходите там хорошо и так нашла я к ним подход значит первые мои ансепс и постигли меня ошибки я их теперь откачиваю они у меня на реанимации потому что начиталась я на рассказывали мне что они капец склонны гнилям они очень любят сухие условия они не любят когда их много часто плевают они скидывают корневую и многие мне писали что они их там чуть ли не на блоках держат и сухо 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 у кого теплицы это вообще только на блоке там в общем вот такие вот рассказы а я же счета сушились санте шла саша по шоссе сушильщица вот и конечно же ну я ж напугалась надо же по суше по суше это куда шашу по суше и вот оказывается вот то как я поливаю когда вот они сидят горшочки в коре это идеальный полив для ансепс я оказалась идеальным поливателем лили ансепс вот такое у меня огромное счастье потому что я очень люблю эти лили и вот ансепс и пурпура то все это мое все вот и вот такой до опыт послушать других попробуй посмотри а потом сделай по-своему как говорится очень сильно у меня захудали ребятки поняла я что все я делаю не так я пересадила и решила делать так как я считаю нужным так как чувствую я вычухиваются ребятки сейчас правда часть из них заснули пошли на покой я надеюсь что весной они проснутся и у нас не что-нибудь получится зато вот эти ребятки полученные не так давно очень активные очень классные очень хорошие очень радует меня и до пристроилась и у меня есть еще гибриды с этими лилиями а также у меня еще кроме гибридов есть еще сами эти лилии которые все-таки да у меня пораньше появились я восстановила им более активный полив как я это чувствую и оказалось что все-таки не так страшно не так все надо сушить и для меня мой ритм это идеальный ритм для содержания ансепс вот так вот много слов об одном это уже практически что могу сказать вот у нас тут активизировалась почечка что меня очень радует и вот здесь внизу тоже активизировалась и пора мне уже почистить вот эти вот штучки так хорошие корешки кстати вот там вот по моему тоже сейчас покажу постараюсь показать вот ты так так он там под моим пальцем там тоже по моему почечка активизировалась но посмотрим у меня так часто бывает много почечек активизируется но не всегда все дорастают взрослого размера тут тоже надо почистить тоже я особо не трогала тем более не очень удобно чистить не хотела ничего травмировать такие хорошие корешочки напитые вот такая прелесть у меня растет поэтому ребятки к чему это все горится доверяй но проверяй поэтому кто бы вам что не рассказывал всегда нужно пристраиваться к своим условиям к своему ритму к своим привычкам к своей подсветке ко всему что у вас очень доход к вашим условиям к привычкам полива вот оказывается мой полив хорош для них хотя недостаточно для пурпурат но эту проблему не буду решать по удобрениям особо ничего еще не успела прям надавать надавать но так как я видела что почки есть и растение вроде как не спит корни тоже активные я поначалу не особо давала я получила от поставщика и у меня нету привычки сразу быстро залить чем-нибудь надо напитать нет я не трогаю какое-то время вообще я смотрю на растение и когда я увидела что зашевелились вот эти почечки я решила что да можно можно чего-нибудь им дать ничего супер пуперского они получить прям не успели стандартно кальций магний стандартно витамины и раз успели получить просто удобрение стандартное для орхидей для роста с немного более высоким содержанием азота в моих удобрениях не сильно большие цифры не сильно большие показатели они вообще такие лайтовенькие лайтовенькие кому интересно я оставлю внизу в описании под роликом ссылки на то какие у меня удобрения можете посмотреть и буду уже закругляться спасибо большое кто досмотрел этот ролик до конца надеюсь вам было интересно и полезно надеюсь вам понравились мои ансепс надеюсь что моя коллекция этих ансепс будет разрастаться будет здоровенькой бодренькой я очень скоро покажу цветение надеюсь на ваши лайки и на ваши комментарии с удовольствием кстати почитаю еще кто как растит кто тоже столкнулся с подобным как у меня кто считал что это лилия которая не сильно любит когда ее активно поливают но в итоге пересушил да вообще просто честно очень я всегда очень люблю это очень интересно и очень полезно читать чужой опыт правда потом пропускать его через себя и уже адаптируя к себе к своим условиям как-то его использовать да это это очень круто поэтому я с удовольствием почитаю также переходите в соцсети и конечно же уже появились ссылочки на разные видео с моего канала которые я или сам youtube рекомендует вам посмотреть и всем огромное спасибо за просмотр солнечных дней пышных цветений пока пока